всем привет с вами оксана и это мое временное рабочее место в режиме самоизоляции я оборудовала стол для того чтобы продолжать снимать видео а поскольку мне пора делать себе маникюр этим сейчас и займусь настольная вытяжка и этот аппарат хранились у меня дома как запасные и сегодня они как раз пригодятся это кстати мой первый аппарат которым я начинала работать недорогой и дело свое справляет также в аннотации к аппарату указано отсутствие вибрации ну не знаю по мне она все же присутствует подходит как для маникюра так и для педикюра есть кнопка реверса и даже есть ножная педаль которую я ни разу не подключала вытяжка я пользовалась два или три раза и из плюсов она достаточно тихая и можно переставлять ее в любое место из минусов не все всасывается внутрь часть пыли остается на столе и немного на мне теперь о ногтях они мне порядком надоели а точнее надоела длина эффектно конечно все рассматривают но стало уже неудобно с ними жить им 5 недель и два дня делала одну быструю коррекцию за это время закрывала отросшую часть бежевой основой от лавли и перекрывала топом эти действия дали мне возможность проходить такое время с приличными ногтями теперь снимаю большую часть материала керамической фрезой на самых высоких оборотах а их в этом аппарате 35000 по мере снятия толщины зоны френча у меня стало забиваться фреза черным гелем а это значит что внутри есть непросушенный гель спиливая длину по линии френчика именно в том месте где было самое большое количество черного геля под застывшей корочкой и оказалось это сырая масса в общем концу снятия 5 ноготков фреза была забита полностью пилкой hotshot от cnd запиливаю форму оставляю и миндалевидной так мне больше нравится далее фрезой пламя с красной насечкой на 15 тысячах оборотов я прохожу вдоль кутикулы и боковых валиков подчищая их от птеригия кутикулы немного так как периодически я ее удаляю алмазной фрезой бочонок на максимальных оборотах удаляю сухую кожу с бакетами боковых валиков напоследок на 5000 оборотов зашлифовываю кутикулы и валики с обратной стороны френчика я наносила серебряный шайн который прекрасно продержался пять недель и сейчас я фрезой убираю остатки изнутри тонкая фреза осталась в кабинете так что делаю это той же фрезой который снимала материал стряхиваю пыль мягкой кистью щеточки также под рукой нет ноготки готовы к покрытию обезжириваю их сегодня не с краб фрешем от cindy а другим мягким обезжиривателем название которого даже не помню обычно снимаю им только липкий слой стопа недавно у меня появился такой сверкающий набор из блесток я еще его не открывала воспользуюсь сегодня одной баночкой камуфляж наносить буду от tiara nail system коллекция nude номер 6 оттенок называется капучино в нем есть мелкий серебряный шиммер цвет достаточно плотный поэтому не стоит делать им толстое выравнивание так как может не просохнуть как было с черным гелем сперва я промазываю всю поверхность ноготка затем беру каплю чуть побольше распределяю ее и переворачиваю ручку ладонью кверху чтобы основа выровнялась и наивысшая точка была в середине ноготка просушиваю ее одну минуту в лет лампе для дизайна беру черный гель лак номер 66 от лавли из коллекции classic им же я обычно и рисую сейчас кистью из флакона я закрашиваю часть свободного края чтобы дизайн был динамичный они одинаковые на всех ноготках я чередую правую и левую стороны и волны также делаю по-разному просушиваю эти мазки одну минуту в лет лампе чтобы случайно не испортить дизайн далее тонкой кистью рублев 10 0 и тем же гель лаком делаю отступ от мазков и рисую тонкие линии эти линии фиксирую в лет лампе 30 секунд затем рядом с линиями наношу топ чтобы на него выложить блестки в этом наборе блестяшки разных размеров от крупных до самого мелкого песка тонкой кистью наношу их так чтобы поместились все размеры если хотите посмотреть на все эти блестки пишите пожалуйста об этом в комментариях я сделаю ролик покажу каждую баночку и сделаю с ними быстрые дизайны чтобы они приклеились к ноготкам фиксирую в лет лампе 30 секунд далее перекрываю все топом точное название топа также не скажу возможно это коди я обычно перекрываю с этого флакона типсы с дизайнами после минутной просушки снимаю остаточную липкость и маникюр готов я уже и забыла как это удобно иметь небольшую длину несколько последних маникюров себе я делала с черным цветом мне очень с ним комфортно не надоедает поэтому и сегодня взяла его снова блестки очень мило искрятся жаль что сегодня нет солнца чтобы показать вам все переливы не знаю почему компания tiara nail system назвала свою основу капучино по мне она больше уходит в розовый чем в кофейный ну а мне останется сделать такую же вторую ручку и тогда моему счастью не будет предела спасибо вам за просмотр расскажите в комментариях какой маникюр у вас сейчас и делаете ли вы его сами или обращайтесь к специалисту а на этом я с вами прощаюсь до встречи в новых видео пока пока субтитры сделал DimaTorzok и